О том, какие выставки начали свою работу в детском отделении Центральной библиотеки имени Старцева, вы сможете узнать из материалов следующих выпусков программы «Наши новости» на канале Тихоокеанского телевидения. Фокина вновь засверкала яркая радуга талантов. 3 апреля в Доме детского творчества открылась краевая выставка декоративно-прикладного творчества. Экспозиция насчитывает более полутора тысяч работ из 55 населенных пунктов Приморского края. Первыми посетителями выставки стали представители городской администрации, педагоги и учащиеся фокинских школ. Полюбовалась рукотворными поделками и съемочная группа ТТВ. Четвертый год подряд в разгар весны Фокинский дом детского творчества становится центром притяжения для всех ценителей красоты, почитателей детского творчества. Здесь проходит краевая выставка-конкурс декоративных работ ребят в возрасте от 6 до 18 лет. Участники выставки – школьники, воспитанники домов детского творчества, краевых учреждений для детей-сирот. В этом году свои поделки представили 1300 ребят из 19 муниципальных образований края. «Замечательные, замечательные работы, что показывает уровень развития наших детей, заинтересованность. Мы здесь можем увидеть, что наши дети не только как бытуют мнение, болтаются по нехорошим местам, но и занимаются действительно творчеством. Я хотел бы всех жителей города пригласить сюда, чтобы они посмотрели на эту красоту». Посмотреть действительно есть на что. Полторы тысячи детских работ с трудом разместились в четырех классных кабинетах. Над размещением экспозиции педагоги дома детского творчества трудились в течение нескольких дней с переменным чувством радости и тревоги. «Больше, конечно, радости. Немножко, конечно, есть и тревога, что мы такое количество работ сумеем разместить в нашем помещении. Ну и как-то мы заряжаемся энергией. Мы четыре дня оформляли эту выставку, уходили после семи вечера. И вроде бы уже сил нет. Утром все приходят педагоги уже с улыбкой, такой на лице. И начинаем снова переставлять все с одного места на другой. Нам уже так не нравится, нужно по-другому. То есть уже за ночь какие-то мысли в них рождаются. И начинаем все оформлять снова». Трудно назвать материал, который не использовали бы в создании своих шедевров ребята. Это и традиционные дерева, металл, ткани, глина, бумага, шерсть, природные материалы. И совсем экзотические, такие как яичная скорлупа, макаронные изделия, перья птиц, лепестки роз. Удивительные по красоте цветы и миниатюрные деревца плетут юные мастера из цветного бисера. «Осенняя березка», выполненная 9-летней жительницей поселка Дунай, привлекла общее внимание посетителей выставки. «Плели мы березу с августа месяца, собрали буквально вот последние две недели, тратили на сборку. Сил ушло много, времени тоже, стараний тоже. Еще благодаря бабушке, маме, что поддерживали и не давали сдаваться, то есть опускать руки». На создание полутораметрового деревца ушло около одного килограмма бисера. Для реализации эксклюзивного проекта его автору потребовалось немало усидчивости и терпения. «Я очень долго старалась, у меня иногда что-то не получалось, мне приходилось переделывать что-то. Что-то где-то приходилось, где-то вообще, надо было думать, как набирать, как делать вот это. Надо было очень много бисера брать и набирать петельки, я делала по инструкции, по книгам, делала, следовала. У меня там были книги, я читала, как делать и набирала». Первыми посетителями выставки стали ученики фокинских школ. Ребята пришли посмотреть на работы своих сверстников, друзей, одноклассников. Рукотворные шедевры никого из гостей выставки не оставляли равнодушными. «Мне очень понравились все работы, особенно понравилась работа, вышитая из бисера, моей одноклассницы. И все работы очень хорошие». «Мне больше всего понравились танки. И все». «Здесь столько много таких красивых работ. Я даже не знаю, как их делают. Так интересно, так красиво все рассматривать». «Мы не первый год приходим на эту выставку. И с каждым годом нас все больше и больше удивляют масштабы выставки, изумительные работы. И после посещения замечательных залов мы приходим в класс. На следующий день ребята пишут сочинения о том, что они увидели, что им понравилось. И создают почти такие же замечательные работы на уроках технологии, на уроках ИЗО. И сами дома творят, и приносят потом, вкладывают в свою портфолио, приносят, показывают, делятся с ребятами. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо руководству Дома творчества. Потому что все, что мы здесь видим, это очень красиво, это замечательно. И нигде больше, путешествуя по России, нигде больше такой красоты не видела. Огромное спасибо всем». Подобные выставки дают возможность маленьким гениям проявить все грани своей незаурядной индивидуальности, помогают педагогам открывать все новые и новые таланты, приобретать интересный опыт работы в различных направлениях декоративно-прикладного творчества. «Хочется, чтобы дети увидели, чем можно заниматься в свободное от учебы время, чтобы они приобщились к прекрасному, чтобы они увидели работы не только наши дети, которые к нам ходят в кружки, но и порадовались за работы других детей. И, конечно, большую благодарность нужно выразить всем педагогам, которые отдают все свое тепло, свободное время, чтобы делать такие прекрасные работы». «Я тоже всегда ходила на природу и фантазию, делала из кожи всякие подделки, розы там, например. Но большинство я делала, конечно, из кожи, но делала я даже из яичной шелухи. Это тоже очень интересно. Но мне, к сожалению, пришлось бросить из-за танцев. Так вот сейчас я смотрю, восхищаюсь всеми этими картинами и даже жалею, что я ушла отсюда. И мне хотелось бы снова сюда прийти и продолжать делать всякие картины». «Я хочу еще сделать много работ, чтобы они побывали на разных выставках. Тоже хочется сделать что-то такое большое, шедевральное». Работа выставки продлится до 24 апреля, когда состоятся заключительные мероприятия вернисажа. Мастер-классы, круглый стол, торжественное закрытие и подведение итогов конкурса, в котором примут участие более 150 педагогов Приморского края. Также состоится торжественное награждение участников и победителей 4-й краевой выставки детского прикладного творчества. В течение двух недель все желающие смогут побывать в Доме детского творчества, чтобы своими глазами увидеть неповторимые, удивительные и яркие работы самых одаренных детей Приморья. Выставка будет работать по будням с 9 утра до 6 часов вечера, в субботу с 10 и до 16 часов, в воскресенье выходной.